Вот та самая комната консьержа. Примечательно, что, по словам местных жителей, консьержки здесь не было никогда. Зато проживала уборщица со своим мужем. Люди говорят, что из-за их действий и произошло возгорание. Активист третьего подъезда по Фокино-8 Михаил рассказывает. Около 11 часов вечера ему позвонила сестра той самой уборщицы. Просила о помощи. Мол, зять распустил руки, и она переживает за жизнь своей родственницы. Когда я спустился вниз, он какую-то девушку из них, узбеков, начал избить. А потом, не знаю, как получилось, он толкнул плиту электрическую. Там был чай и все, что там, я не знаю. И вот пожар оттуда начался, он убежал оттуда. Еще какое-то время мужчины пытались удерживать дебошира, но не дождавшись полиции, он вырвался и скрылся. Теперь Михаилу поступают телефонные звонки с угрозами расправы. Ведь официальная версия пожара – брошенный в окно окурок. Огонь по помещению распространился быстро, сработала пожарная сигнализация. Среди ночи жители подъезда вышли на улицу. Ночь бессонная была, то есть где-то в полвторого мы все вышли на улицу, все здесь стояли всю ночь, все дети, все животные, кто успел вытащить. Было конкретное издымление, то есть дома находиться было невозможно. А сейчас как дела обстоят? Тут проветрилось, но запах стоит. По данным единой диспетчерской службы 112, первый сигнал о пожаре на диспетчерский пульт поступил в час 54 ночи. На место тут же выехали сотрудники МЧС и пожарные. Служба пожарного расчета приехала быстро, в 2 часа 10 минут уже было возгорание потушено. Одновременно был эвакуирован подъезд, было эвакуировано порядка 50 человек, из них 20 детей. Пострадавших в этой ситуации нет. Стенный потолок на первом этаже подъезда черный, в копоте. Осветительные приборы, провода и пожарная сигнализация расплавились. Но что хуже всего, сильно пострадала квартира над консьержной. У нас полностью все в грязи, вот эта вот черная вся сажа. Они пришли помыли нам, конечно, но все это все размазали просто по потолку. Что теперь будете делать? Будем, наверное, все переделывать, перекрашивать, переобои переделать. Как, суд несут? Квартира застрахована? Нет, квартира не застрахована. Получается, что за свой счет теперь? Получается, что да. Потому что они пришли, сказали, мы помоем вам, и все. Местные жители говорят, что устали от постоянных разборок, проживающих в этом помещении. И вообще люди не понимают, на каких основаниях в консьержной живут уборщики и их семьи. Такая ситуация в каждом подъезде восьмого дома. Там жили, там жили. Потому что окно открыто часто и видно, ну, видно. Это не управляющая компания, это какой-то бардак. Просто бардак. Сейчас сотрудники управляющей компании пытаются отмыть подъезд. Сколько времени займет полное восстановление помещения, непонятно. Люди просят правоохранительные органы обратить должное внимание на ситуацию и учесть показания свидетелей. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева, ВиднетВ.